...похождение опора на всю цитальную часть. Теперь смотрим самый распространённый вариант. Собака и кошка. На самом деле точно так же очень большое количество разных биологических видов. Раз, два, два первого отдела, как всегда, без изменений, а дальше начинается кисть и стопа. Подбавьте его кошки. Вот этот участок, назовите, пожалуйста, как называется отдел, который я вёл рамочкой на передней конечности, а что? Запясть и пясть, на заднюю? Пробесную сторону. Это плесно и плесно. Так вот, собаки и кошки, они встали вертикальными. Они являются продолжением лапы. В результате они удлиняют рычаг или не удлиняют? Вот что шириной шаг теперь? Да, удлинил. В результате опора вот на пальчике ведётся. Такой способ движения будет называться пальцах объединяем. Мы так развернуть свои ладони не можем. Я не могу взять и под прямую углу развернуть пальцы и относить на ладони. Ну вот, барышня, у вас получается. Вам горьков поменьше, сухожилия не настолько жёсткие, как у меня. То есть, какая опора в случае пальцахождения, понятно? И вот давайте разбираться. Вот лапа вашего любимого бобика. Или пузико, шарико, там неважно, коробка. Так? Помнили, откуда пальцы начинаются? Да. Помнили? А вот это вот, какая косточка длинная? Назовите её. Косточка, пойми, ступня, это интересная косточка. Ну, только что же называем. Только не предплюсная. Предплюсная длинная или короткая кость? Предплюсная – это вот эти коробки, или вот, да. Смотрите, вот она, предплюсная. А вот эта плюсная, дарение на крыше. Хорошо, слабо. А скажите, а сколько пальцев на лапе у собаки и у кошки? О, молодцы, хорошо. На передних пять. Вернётесь домой, посчитайте пальчики на передние лапы. Да. На передней лапе там сбоку пятый палец. Ага, а на задней его нет? Смотрите, в чём дело. В обоих случаях опор, конечно, на четыре пальца. В чём дело? Дело в том, что пятая плюсневая и пятая пясная очень короткие. они вот здесь кончаются. Раз кончилось, два кончилось. В результате пятый палец где будет? Он в обоих участвует или нет? Нет. Вот он где-то пятый палец. Вот он где-то палец. Это коготь, скорее всего. Коготь без пальца бывает или нет? Нет. Не бывает. Коготь – это роговое завершение, последний. Его так называют коктевая паланга. А чём тогда нужен пятый палец? Во-во-во, хороший вопрос. Если он не участвует в опоре, то зачем тогда нужен пятый палец? Почему он вообще не исчез? Допустим, у псовых. Прошу. Во-первых, вы абсолютно правильно и грамотно привели логику эволюции. Эволюция не будет уничтожать какие-то признаки, если они не мешают успешно размножаться и выживать. Так? Вот есть некоторая врождённая генетическая программа. Мы её транслируем. Если появляются изменения, которые мешают нормально размножиться и детёнышам нормально выжить, что будет с количеством потомков, которые такую изменённую программу получат? Если она мешает нормально размножаться и нормально выживать, а через 10 поколений, сколько носителей такая программа, произошло изменение, которое мешает размножаться и мешает выживать. Прошло 10 поколений. Сколько носителей такой измененной программы мы с вами увидим. Их почти не остается. По счетам того, что в рамках данного вида всегда существует конкуренция, кушать-то всем хочется. Так? Если желатинка хуже умеет отстаивать свои права, ну ясно, что ничего интересного не выйдет. Теперь берем случай, если произошло изменение редко, но бывает, которое повышает шансы на размножение и выживание. В этом случае через 10 поколений. Что будет с носителями таких изменений? Ну, может быть и не все, но во всяком случае в существенные проценты. А теперь изменения произошли. Но оно с одной стороны не мешает, а с другой стороны не помогает. Ну и как по вашему, будет эволюция устранять такое изменение? Нет. Да вот, господа, большинство мутаций, те, которые все-таки проскакивают в эволюционной процессе. На их пути очень много фильтров ставят, самых разных. Значит, вот те, которые все-таки проскакивают. Это как раз нейтральная или очень слабая отрицательная мутация. Совсем короткий, хотя у него все поломки на месте и так далее. Ну, как быть, хорошо. Да, ну да. Смотрите, а зачем собаке? Кошке ясно. Кстати, как по-вашему, первоначально у самых древних предков кошек? Волки. Кохтя зачем нужны были? Для работы? Для мать. Нет, в том-то и дело. Кошки специализируются как семейство древолазов. Тяжные кошачьи когти – это приспособление для достаточно свободного перемещения по деревьям. Почему для этого надо тяжной бога тянуть? Представьте собаку, которая лезет по дереву. Вещь возможна или не очень? Нет. Не, невозможна. А почему? Потому что собачья лапа удержится вот так за дерево. Не, не удерживается. А почему? Не в этом дело. Не в этом дело. Так они поэтому не разводятся, что это лишено смысла. При беге. Скажите, пожалуйста, а что будет с острыми когтями, если зверюга во время бега, вот представь себе, зверь побежала? Вообще-то, хокоть на лапе зачем нужен? Скажите, а колеса на машинах, вот у ваших родителей на машине, а поверхность колеса гладенькая-гладенькая или на ней есть рисунок? Рисунок из машины. Да, конечно, еще протектор могучий. А зачем нужен? Для сцепления. Для сцепления. Попробуйте поманеврировать, ну вот резко менять направление бега. Если у вас лапа проскальзывает, у вас ничего не выйдет. Для резкого изменения направления необходимо иметь очень надежное сцепление конечности с грунтом. Собственно, для этого когти нужны. Но что при этом будет с самим когтем? Он будет стачиваться, ступиться. Можно ли надежно цепляться за корон тупыми когтями? Нет. Ничего не выйдет. А у кошек когти в тяжне. Вот у кошек когти участвуют в сцеплении с грунтом или нет? Нет. Они развернуты таким образом, что земли вообще не касаются. Кстати, вот посмотрим вашу эрудицию. Одно из таких вещей. Есть кошка с нефтижными когтями. Гепард. Абсолютно верно. Самый быстрый бегун. Но гепард это такая странная конструкция. Это кошка, которая очень хочет превратиться в собаку. У гепардов возникает масса приспособлений. Связанных как раз с беговой специализацией. Остальные кошки-бегуны весьма посредственные. У них другой способ похода. С этим, кстати, связано то, что кошки такие чистоплотные. Вылизываются постоянно. А вот от собаки, от любой собаки, так воняет, если не мыть как следует. Дай Бог как. Ну и почему так? Вот кошки такие чистюля. А собакам на это наплевать. Кошки они... Громкие, чтобы все слышали. Кошки охотятся из-за сады. Именно так. Кошки специализируются как охотники-засадчики. Вы сидите сзади и воняете. Скажите, ваше добычное расстояние броска к вам подойдет или нет? Нет. Это понятно. Поэтому для кошек вопросы гигиены, это вопросы успешности на охоте. А собаки, это охотники-преследователи. А им все равно, воняют, не воняют, а они все гонят и гонят. Да? Догнал, завалил, по завтраку. В результате у псовых лапа беговая. А у кошачьих лапа лазающая. Другая конструкция. Вот гепард получил беговую лапу. Поскольку специализировался на охоте-преследователя. Вопрос сверху пальца. Вот своего любимого шарика Рекса, Бобика, Тузика и так далее. Выпустили гулять вообще на простой. И он играет с такими же шариками-тузиками. Гоняется изо всех сил друг за другом. Обратили внимание, как собака на полной скорости тормозит. Что она, говорит, то делает. Да? Она садится на пол. Она садится на пол. А почему? А вот почему. Придёте домой, посмотрите. Вот здесь вот у всех собак высидают. Шерст не растёт. Что это за голый участок такой? Костью упирает. Да, это пятка. Это нормальная пятка. Просто она не опирается на землю, как у нас. Потому что это подсхождение. А пятка приподнята. Теперь. Что надо сделать, чтобы резко сдормозить? Что надо с сцеплением с грунтом сделать? Резко увеличить. Если собака садится вот так. Вот смотрите. Вот они четыре пальца передние. А вот он, пятый палец. Он теперь как развернулся? Вот так мы опустили. Он теперь затем не цепляется? Да. Да. Торможение так. На самом деле пятый палец никуда у псовых не денется. Это инструмент, резко повышающий маневренность на охоте. А у кошельчика? А у кошельчика это инструмент заклада дополнительного, когда лезут по дереву. Вот мы с вами будем много говорить, чем способ движения кошек по дереву отличается от нашего, от дерева. Это совершенно разные стратегии, приводящие к разным конструкциям кисти и стопы.